Здравствуйте, товарищи! Нам предстоит сегодня трудная задача, так сказать, решить все проблемы оставшейся части курса. Вот, поэтому мы будем как решать? Остановимся на таких каких-то сложных вопросах. Значит, планируется рассмотреть вопрос о общественных нормах, о культуре, нации и цивилизации. А вот сейчас, поскольку встал вопрос о том, какой представляется система Гегеля, в связи с тем, что он сам метод проглашал, метод Гегель как формулировал, не знаете? Это раскрыть все вещи. Вещи? Ну, это точно материалист Гегель у вас. Вещи. А вы как? Ну, вы имеете в виду диалетический метод? Да, вы название метода, а как? Что такое метод? Это очень хорошая формулировка, я вам очень ее советую. Это вы можете себе взять на вооружение. Самораскрытие вещи. Да ну, какой вещи? Ну, что вы? Предмета. Предмета. Ну, предмета-то уже можно скучать и так, и так. Значит, понятие метода у Гегеля такое осознание формы внутреннего самодвижения, содержания, изучаемого предмета или исследуемого предмета. Осознание формы внутреннего самодвижения, содержания. Вот. С чего надо начинать рассмотрение этого определения? С того, что есть некое внутреннее самодвижение. Самодвижение обеспечивается через разрешение противоречий, правильно? То есть первое, что мы должны увидеть, изучая материал. Вот вы накопили материал свой этот, диссертационный, да? И хотите, так сказать, его воспользоваться методом Гегеля. Так метод какой? Вы должны осознать, о чем тут, какие противоречия у вас рассматриваются. И они обеспечивают внутреннее самодвижение, содержание. То есть вот вы, если вы нашли вот это, то живое, что у вас есть. Не просто это Иванов сказал так, Петров сказал так, какой-то Кранц или Франц сказал вот так. Движение, содержание. И надо осознать форму этого движения. А что значит осознать форму? Вот написать гладкий, ясный текст. Так, чтобы одно выходило из другой. Какое? Из простого сложное, чтобы вытекало? Или так, и так. И то простые категории, то сложные они, так перемешку. Или это, наверное, логика выстроена. У вас диссертация будет систему знаний представлять? Да, я не знаю. А система как строится знаний? Простого сложного. Да, простого сложного. Значит, здесь строится так. Начало это что? Начало у вас будет диссертации? Ну да. Ну и что это такое? Проблема. Ну, проблема у вас начала. Может быть, я наконец увидел проблему и застрелился. Почему это начало? Начало – это как вы можете определить начало без результата? Никак вы не можете определить. Начало – это неразвитый результат. Очень просто. Я вот даже удивляюсь. Такие вот в диалекте такие формулировки простные, понятные и надежные. Ну, вы же собираетесь вот тему свою раскрыть? Значит, начало – это неразвитый результат. А результат? Развитое начало. Вот. Видите? Какой способный товар. Развернутый или развитый, или развернутый. Ну, развитый – это когда вы берете развитие, так сказать, само по себе. Но вы это будете писать развернутый. Вы развернули это начало. В этом смысле всякое развитие и развитие вашей диссертации идет от чего? От счастья к целому или от целого к целому? От целого к целому. Вот. Тема – это целая? А написано – диссертация? Автореферат. И все это целое, правда? Вот, значит, есть целая тема. Есть развернутые. Начало, то есть диссертация. А это целое о целом. То есть все-таки это такой вот автореферат, это взгляд на целое, но более сжатый. Более сжатый. Но тоже целое. Все равно там все нужно дать. Но вы не будете вытаскивать какие-то мелочи, а возьмете самую суть. Правильно? Ну, так вот, в этом смысле у Гегеля система его идеалистическая, она не представляет собой единого целого. Вот, скажем, есть у него отличная история философии. Лекция по истории философии. Там и Ленин его хвалил. Ну, почему? Потому что он, конечно, он, как крупнейший философ, давал историю, ну, глазами крупнейшего философа, а не глазами того человека, который решил написать историю, потому что он не тянет в теории. Таких вот обычных историки философии, историки политэкономии, у всех, кого никак не получается у них на докторскую, вот они, значит, есть в каждой науке, есть теоретические работы и исторические работы. Иванов сказал то, Петров сказал то, Сидоров сказал то. Написать, 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 и свои какие-то комментарии к этому, и получаешь ту же самую докторскую степень. Вот я дважды выступал на докторском совете, на экономическом факультете с отклонением диссертации. Один потом деканом стал, а второй стал помощником ожерельев Горбачева. У него там был чистый продукт. Я ему объяснял, что чистый продукт, эта цель уже не человека, а продукт. Ну, по-положению поменял цель производства. И вот после, по 40 минут я выступал после этого, ученый совет, который ко мне хорошо относился, и к ним хорошо относился, он говорит, что мы будем делать? С одной стороны, он не тянет по теории про одного и про другого. С другой стороны, он наш. Он тут учился, тут, не знаю. Давайте по истории. Ну, по истории мы не можем. Ну, давайте дадим по теории кого-то. По теории, значит, мы имеем в виду, что он по истории. И так, значит. Ну, вот, набровят как бы это дело продаст. Вот лекции по истории философии блестящие, очень интересные. А есть лекции по философии истории. А как философия истории, не знаю, читали вы или нет. Ну, вот, дескать, абсолютная идея. Она то войны организовывает, то, знаете, революция организовывает. И поэтому эта связь идет, то есть не надо ничего объяснять. Это вот так вот, абсолютная идея. То есть никакого ответа на вопрос, а почему так, а почему не так, там нет. Поэтому она собой, так сказать, такого вот серьезного, если брать не отдельные там, зарисовки внутри, идеи, там, как всегда много у Гегеля, безусловно. А как целая, представляет собой научную систему. Или научная система, они вполне научные. Ну, а лекции по философии и права. У Маркса есть критика гегелевской философии и права. Вот мы только с вами изучали, что такое право. А что такое по Гегелю? Право это некое, ну, это идеалистическое такое представление, оно, значит, некая идея. И поэтому он с таким представлением оказался защитником русской монархии, рекционной. То есть такой человек прогрессивный во всех отношениях, да, революционной философии, фактически защищал и представлял вот в этой работе русскую монархию как вот это высшее. Ну, правда, в это время он был не директором Нюрнбергской гимназии, когда писал на вологии. Так, если пост, у него был невысокий, как, понимаете, директор Нюрнбергской гимназии. Он в это время был уже профессором Мерлинского университета и одно время ректором был Мерлинского университета, так сказать. Директор приближённый, можно сказать. И вот он, значит, такой работой разразился, совсем не революционный, а даже наоборот. И поэтому там такие вот есть какие-то высказывания замечательные в этой работе, а в целом работа не представляет собой какого-то прогресса. А вот если возьмёте науку логики, она вот образец движения от простого к сложному. Всё построено очень строго. Очень, можно сказать, всего три. Во-первых, две части. Объективная логика и субъективная логика. Это несмотря на то, что он идеалист, а по объективному смыслу его работы, вот эта объективная логика – это категория объективного мира. Как он их там объясняет, это другой вопрос. Но это категория объективного мира, а вот это том первый. Том первый, как он всегда завещал, хотя после 1939 года, когда закончилось издание сочинений, и вот когда издали, именно как вот Гегель и издавал на немецком языке, значит, «Вучение обытий», «Вучение понятий». После этого издавали, как не издавали, там, в одной книжке, тремя книжками. Но обязательно, чтобы не было два тома. На удивление. Вот то вот издание, которое здесь стоит, под моей редакцией, оно состояло как раз в том, что я сделал вот это вот, то есть поставил то, что я и говорил, вот объективная логика. Вы можете, что у вас за проблемы материалистические истолковывать, если вы берете категорию объективной логики. А потом ее отражение в сознании, субъективная логика, только учение о понятии. Ну, соответственно, первое, первое том – это учение о бытии, учение о сущности, то есть о бытии, потом будет разворачивать, разворачивать бытие, и снимает оно себя, снятое бытие, то есть сущность. То есть вы уходите в глубину, а потом снова вы уходите через отрицание сущности, снова к бытию, ну, как к отрицанию отрицания, через которое просвечивает сущность. То есть бытие с поверхности, как монолит вы его рассматриваете вроде бы, да? Потом отрицание этого бытия, углубляетесь в сущность, это там все категории отрицательные, и равенство с собой, бытие – это как равенство отрицательного с собой. То есть, ну, отрицательное вы же берете, оно равно само себе, ну, раз равно само себе, значит, оно есть. А раз оно есть, оно бытие. Это надо отрицать, потому что мы – учение о сущности. И отсюда получается рефлексия, постоянное отрицание, бесконечное отрицание, всякое бытие отрицается, и в этом сложность – это тоненькая книжечка, учение о сущности, ее трудно читать, потому что ты все время, все, что ты взял, из-за нее и то. Это надо взять с отрицанием. А уже когда вы берете учение о понятии, там вдруг снова объект появляется, но уже объект как отражение объекта в действительности. Там механизм, механизм, организм, человек, процесс рода там есть, и абсолютная идея, причем абсолютная идея уже не в смысле отражения только мира, а еще и в смысле его преобразования, то есть там, скажем, сказать, что это у классиков, у Маркса Энгельса было впервые, никак не скажешь, потому что абсолютная идея, два момента, идея отражения мира, идея его познания, и идея добра. А добро понимается как практическое преобразование имеющегося мира. Вот поэтому так можно сказать, что гегельская система претендует на то, что она система, но она, строго говоря, не подпадает под это. То есть она представляет собой, вот это его философия. Она в том смысле не представляет собой вот эту систему, а именно конгломерат, в котором есть система, или там предшествует науке логике что? Эноминология Духа. Эноминология Духа. А в чем ее? Вот там такие блуждания, в ходе которых, причем интересные такие вложения и сложная работа. Не знаю, вы читали, я вот первый раз прочитал, ничего не понял. Второй раз прочитал, так впечатление, что все уже и понял. Вот. А что там надо понять? Понять, что есть три формы постижения мира. Постижение мира религиозное, это же постижение мира, правда? Нельзя отказать религии в том, что она мира не постигает. Ну, изображает ее в виде, так сказать, мира земного, но на небесах. Поэтому отсюда и преподобные, так сказать, есть преподобный Михаил. Вот. Так кто кому подобен? Я ему или он мне? Я тоже Михаил. Ну, раз геометрия говорит, что если одно подобно другому, то другое подобно первому. И вот, дойдя до того, что высшей формой постижения мира является постижением в понятиях, вот Гегель стал разворачивать это в науке логики. То есть у него вот эта вот феноменология духа прямо примыкает, прямо примыкает к науке логики и является ее предпосылкой. Не входя в нее, она является предпосылкой. Ну, а, соответственно, переработка всей истории философии является еще и условием. Есть условия, есть предпосылка, а есть система. Вот в учении о сущности вы так и найдете. Кроме условий есть еще предпосылки. Есть основания, а есть условия. А на нем есть основания, основания основаны. Вот. Так что этот вопрос мы с вами разобрали. А теперь перейдем к вопросам, которые вот я сформулировал в начале. Мы рассматривали только что, то есть в прошлый раз, общественные нормы, которые защищаются силой государства. А что это имеет в виду? Это не те, которые есть в законах, а есть в таких законах, за которыми стоит сила принуждения. Вот если написано, какая мера принуждения будет за это, то это закон, а если не написано, это так. Например, есть в Трудовом кодексе две статьи, посвященные повышению реального содержания заработной платы. Реальное содержание зарплаты, знаете, что такое? Это то количество благ, которые можно приобрести на зарплату. Это не бумажки. Сейчас бумажки есть уже зелененькие по 200 рублей, синенькие есть по 2000 рублей и так далее. Бумажек можно выдавать все больше, их все больше и выдают, но пятый год идет снижение реального содержания зарплаты. То есть, на эту зарплату, которую получает у нас работник, вы получаете все меньше, не только работник, а аспиранты, студенты и так далее. Я вот уточнял у студентов, сколько у них там сегодня тысяч пятьсот семьдесят, что ли, стипендий. во всяком случае, попытки выяснить, сколько они могут прожить на эту стипендию, показали, что есть такая большая угроза, что это вот последняя моя с ними встреча, потому что больше недели никто не назвал. Поэтому, как я могу, вот как я смогу на студентов нападать, что они не ходят? Еще пришел, он живой. Ну, у вас-то, наверное, тоже, сколько у вас? Два раза больше проживем. Два раза больше? Два раза больше? Вы две недели можете прожить? Да. И вдруг, смотрю, через две недели появляется аспирант. Ну, это же радость. Согласитесь? Железком голодный. Да, ну, согласитесь, да. Или он, а почему, он в анабиозе, он больше может прожить? Так. Так вот, например, по поводу этих, это статья 130 АТ, в которой написано, государство гарантирует обеспечение реального содержания зарплаты, обеспечение повышения реального содержания зарплаты. А в чем гарантия? А в чем? Нет никаких, никаких мер ответственности. А где содержатся меры ответственности? В каких документах? В кодексе уголовного инистративного. Да, уголовного инистративного. Ну, что по поводу? По поводу, в административном ничего не содержится по этому поводу, а в уголовном содержится за невыплату зарплаты. Вот, если его просто не выплачивать, то можно привлечь к уголовной ответственности. Это было после событий, когда люди выходили и садились на Транссибирскую. Им полтора года не выплачивали зарплату в 90-е годы. И сначала завели уголовные дела против этих товарищей, которые выходили, а потом поняли, что граждане возьмут железные трубки и еще что-нибудь и пойдут разбивать голову тем, кто заводит эти уголовные дела. Ну, кто же голодный человек, что вы с ним делаете? Невозможно его остановить, ничем. Дети голодные. О чем разговор? Поэтому ввели в уголовный кодекс и вот он использовался Рогозином в отношении тех, там порядка 120 тысяч не выплачено было рабочим, которые строили космодром Восточный. А своровано там денег, видимо, невидимо. Это отдельное уголовное дело, это по другим статьям. Вот, и вот нет ответственности по этой статье. А есть другая статья, 134-е, повышение уровня реального содержания зарплаты. Тоже нет никакой ответственности. Дескать, вот вы боритесь, и государство вам говорит, это дело правое, это мы вам справедливы и законные. Вот, никто не может сказать, что деятельность, когда вы начинаете подставать за повышение зарплаты, это не законные. Законные, спасите, пожалуйста. Вам право дано? Дано. Ну, если у вас неудачная заводсовка, ну, значит, плохо организовать. Мы тут ни при чем. Вот, примерно так с этим выглядит. Поэтому мы, во сколько мы определили, что такое закон, мы из всех названий, то, что написано, что это закон, выбираем, если это юридически, только такие, где, соответственно, вот, в уголовном или в административном есть. Хотя там название, например, если хотите посмеяться, вы почитаете административный кодекс, кодекс об административных правонарушениях, и там вы увидите, что ответственность за уклонение от выполнения коллективного договора. 5 тысяч. Ну, вы себе представляете, миллиардера. Вот Лисин, у него 17 миллиардов долларов, вот, токера, у него работает. 5 тысяч ответственность, а он еще будет, он же не пойдет, не будет же отдавать. Вот, идите, давайте, решайте, в суде, пошли в адвокатов, юристов, а вы потом, если решите, тогда надо судебные приставы, а судебные приставы с ними будем судиться, потому что они администрируют, нехорошо выступают, и так далее. За эти 5 тысяч они находятся. Вот, поэтому, ну, это все равно есть ответственность, есть, какая-никакая есть, не можете сказать, что она не законна, это закон. А есть общественные нормы, которые являются общественными нормами, то есть, считаются нормальным поведением, так, их можно сформулировать, они формулируются, и при этом они никакой ответственности не предполагают. То есть, никакого принуждения государственного они не предполагают. А почему они нормы, чем защищаются? Это вот нормы морали и нравственности. Вот, по поводу того, что считать моралью, и что считать нравственностью, тут есть некоторые разночения, может быть, не такие уж существенные, потому что можно их как-то различать, а иногда они просто отождествляются. Потому что, скажем, нравственностью, что проявляется в каких-то поступках, аморально, это, так сказать, как бы та же самая нравственность, но ушедшая вглубь. Человек моральный или аморальный? А, нет. Моральный, если моральный человек, то он, значит, нравственные поступки совершает. То есть, такие, которые обществу нравятся, если уж совсем это переводить. А безнравственные, это тот, который тоже совершает поступки, которые нравятся, но не общество, а ему. Если бы ему не нравилось, он бы не совершал. Поэтому, вот, соотношение, может быть, такой морали и нравственности. А вот, что касается попыток кодификации, ну, вот, наверное, вы знаете, это был такой моральный кодекс строительства. Что это за документы? Где он? Как возник? Я, честно говоря, следов не знаю. Кто его придумал? Когда его выпустили? Никто, как, знаете, какую-то ерунду напишут, авторов ищешь, нету. Вот вы не назовете, кто научно-техническую революцию придумал? То же самое. Попробуйте сказать. Ну, это все звенят. Мы живем в эпоху научно-технических... Кто автор? Ну, если такое важное дело, правда? Ну, кто автор? Не знаете, да? И вы не знаете. А почему не знаете? А потому что вот она, собственно, в звоне и выражается, потому что у нас темпы роста снижаются, близки к нулю. Теперь, значит, идет падение производства. Потом революции, скажем, если это 6-2% темпы роста, как в США. Это, ну, под понятие революции не подходит. Правильно? И даже 6%, которые у Китая, тоже не подходят. Ну, когда была помощная революция, сколько процентов будет? 10 тысяч процентов прирост. Ну, представьте, ручные ткачи всех выбросили и сделали станки. Уток там и, значит, он входит. ткацкий станок. Только так вот эти самые переламываются, где нити натянутые и туда проскакивает нить туда-туда-туда. А в это время раз-раз-раз-раз и все сделали. Колоссальный рост. Это похож на революцию. Это точно такое научно-техническая революция. Это революция в технике, построена на применении исчерения вновки. У нас исчерения все хуже, хуже применяется. А производство просто разваливается. за время с 90-х годов уничтожено 78 тысяч предприятий. Это понятие революции, это похоже на контрреволюцию больше. 78 тысяч. За время войны мы потеряли 32 тысячи. Сейчас это запустили, чтобы вместо применения действительно передовых достижений в производстве, причем не в текущем порядке, а в таких которые носят революционный характер. Революционный это значит переворот. Революция. Чего перевернулась? Как резанием резали металл, так и режут. Как производили штамповкой, так и штампуют. Ковкой ковка остается. А как еще? Вот говорили, что будем спекать. Ну это нечисторный процент. Или мы будем сейчас на 3D принтере. Они медлено накрашивают. Кто хочет посмотреть, может пойти около политехнического университета, там есть здание, помещение, где как раз студенты сидят и на 3D принтерах чего-то такое делают. И вот это тягомотино идет. Хотя есть более быстро раз. Но они составляют ничтожные доли процентов. Что значит переворот? Революция и переворот? Было допустим на 3D принтера 0,3% продукции произведено, а сейчас произведено 53%. Это уже что? Это стал подчиненный и ничтожный, стал главный и основной. Вот это переворот. Ну так люди знают слово революции не обязательно политическое. Если это революция, революция это переворот. Вы сейчас пришли на руках сюда. Некоторые мы потренировали и там открываются двери и вы входите на руках. А это переворот. А если вы пришли ногами быстро или медленно пришли это не переворот. Согласитесь. То есть смысл того, о чем я говорю, что нужно понятие брать в соответствии с их истинным смыслом. Это мы как философы умеем делать. И не только это наша эмиссия. Мы должны держаться понятий. Они не повторяют и заучивают слова. Заучивают и повторяют слова. Это дети так делают. Вот я сейчас читаю конфликтологов. Ну ничего не знаю. Такое сейчас видимо образование ничего. То есть не знают основных слов. Это что такое? Не не знает. Ну я рассказываю конечно. Ну даже странно. Я помню что это нам в школе рассказывали. Тут вообще этого даже не знают. Вот свидетель есть и записано. Вот у меня сейчас в портфеле вопрос они там написали бумажку в порядке подготовки тоже к экзамену о стадиях общественно-экономических формаций. Вместо этого пишут рассказывают какие бывают общественно-экономические формации. А всего две формации имели стадии капиталистической и коммунистической имеется стадии. Они рассказывают про формации. Это же как с точки зрения русского языка они не воспринимают о чем говорят. Вот это такая большая беда. Значит кроме нравственности а нравственность чем защищается? чем-то обществу как-то? Моральная нравственность? Да. Чем? Ну наверное осуждением общественным? Да. Общественное мнение. Почему обязательно осуждением? Вот вы нравственные вас хвалят. Хорошо пришли культурно а вы пришли расхрестанные значит не стыдно вам да а вот мы настрое а вы говорите а мне плевать. и все. Почему? Потому что осуждайте сколько хотите. Вот профессору никто не осуждает потому что если кто-то придется сковородой на голове считать ну это профессор или есть такой анекдот что вот значит если у кого-то безнравственные поступки то значит академик весельчак профессор балагур доцент здоровяк а этот самый студент морально расленный тип при том что действия нужна то есть осуждают с некоторыми считаются ну что вы хотите человек уже в возрасте так сказать ну не так оделся и так далее то есть общественное мнение оно же хотя бывает и травит человека общественное мнение правда то есть иногда вот почему-то общественное мнение что-то начинает защищать ну потому что мнение это же не знание поэтому не исключено что начинается общественное мнение почему-то человек осуждать за то что не надо было по понятию по понятию не надо было осуждать осуждать в общем короче говоря общественные нормы на то они и общественные нормы не не государственные государство область принуждения что они не принуждением вот вы придете в майке я ничего не могу сказать придете я делаю что ни в чем не бывало чеку жарко человека а вы можете шубу надеть это же так пришли посмотреть как срега не халканец реагирует ну человек шуба человека готовится к экзаменам разной ситуации будет на защите он тренируется все время там как как реагировать настраивать себя и все время в работе поэтому какие с моей стороны могут быть претензии ну вот я думаю это вот главное что мы должны понимать что есть общественные нормы это первое второе чтобы мы проводили все время такой материалистический историко-материалистический подход использовали значит поскольку вот что нравственно что безнравственно это зависит от положения в производстве я считаю что если я миллиардер это нравственно когда я богатый а если вот вы не богатые то вы неудачник вы неуспешны это вот такая терминология и это так сказать это тоже это вот такое мнение то есть на самом деле общественное мнение не одна не одномерно в общественном мнении есть две противоположные оценки а есть другая оценка трудов праведных не наживешь палат каменных то есть если так сказать нажил человек палата каменная значит можно сажать надо сначала все там процедуру соблюсти выяснить направить следствие некоторые обижаются из нынешних новых русских ческать ничего это к нам так как бы можно посадить не каждого каждого кто на ворвал можно посадить но это не сразу раскрывать поймали губернатора сахалина на том что он миллиард четыреста миллионов взяток миллиард четыреста доводился край человек вот вы допустим одну строительную фирму представляете вы другую так вам сколько надо побольше миллиардов нет сколько вам надо чтобы я сейчас еду к медведеву дмитрий анатольевич буду его хороша вина моя фамилия губернатор сахалина вот мы сейчас у совещание узкая он сколько надо в 10 миллиардов не 10 миллиардов 3 то значит так вы человеку молодец три значит так вы отдаете мне миллиард так вы получите я сейчас поеду если вы получите три миллиарда мы с вами на сколько договорились не давали вот а миллиард конечно наличными только не надо спрашивать как обналичивать это не мой вопрос не хотите нисколько не получится два миллиарда я вам гарантирую так вытри вы продвинутый не так как некоторые столы 3 до ну мне полтора положите наличными только наличными мне не надо этой всей штуки там кто-то кому-то перечисляет это все вычисляет это именно короче говоря иначе мы наш крайне подымем только так можно поднять вы видели чтобы кто-нибудь против хорошая на хоть один бизнесмен в этом на сахаре не выступал ни один потому что они все в деле они все в деле они все это знали и вот у него нашли миллиард четыре с наличными и фотография была в российской газете вот большого кабинета не весь пяти тысячными за все засыпано по пяти тысяч нам хотели и рисовал его не у него значит был суд на суде он говорит вы меня по эпизодам насчитали 600 миллионов по эпизодам это вот обнаружили у него столько денег они по эпизодам 600 вот эпизоды и 600 миллионов и заберите а это снимите арест остальных потому что у нас было прошло но что не надо спрашивать не хорошо спрашивать откуда деньги ну вы не вы показали что это взятки ну или они свои заберите это вас не касается отдайте мне 800 миллионов это вас не касается не отдают тогда он злодей написал в конституционный суд что у нас по конституции нельзя спрашивать откуда у вас вот эти вот пять рублей которые у вас есть в кармане сейчас там или десять я не должен спрашивать если что может его его взяли ли он наоборот как-то вас ограбил оставил только пять рублей мы это я не не должен спрашивать и он написал а конституционный суд тут все пик тоже попал по-прежнему это вот как бы нельзя спрашивать нельзя сказать что откуда деньги на свободное общество есть и все бытие тогда конституционный суд написал верховный суд что надо учесть просьба постановление такое не принял потому что понимать что тут уголовное дело завели большое явно что и администрация президента поддержит и президент они тут конституционный суд тоже надо как-то так себя вести хорошо она же в систему государства входит и короче говоря написал рекомендацию верховный совет плюнул на эту рекомендацию и все равно знали арестовали у него все и не да не освободить вот такие злые люди у нас сидят в верховном суде а у конституционный доллар и они то здесь наши добрые петербурге а там москвитлы сидят вот такая штука а тогда вопрос на засыпку совесть это что вас есть да а как узнали для это надо знать что это такое вам может кажется что она есть а может ее нет как вы узнали скажите нам чтобы тоже вам проверим тогда есть у нас совесть или нет мы и с него пока задумчивости а вы то сразу сказали совести нету спокойно вот у нас вот вот уже человека один спокойно спит а вы чувствуете он такой учиться он так взял больше а вон такой худой потому что все оборочается ворочается совесть его грызет же вас совесть угрызение совесть есть ну раз она угрызение нас угрызает это видно что на вас угрызает вот он взял а не пришел на лес и все и не пришел а вы дома я не пришел на лекцию и начинается и потом приходит весь изможденный а этот приходит румяный но он гулял потому что какое усвоение он будет одну лекцию потушил гулял чтобы уж следующий тоже усвоить хорошо и так далее он успокаивает свою совесть а вы наоборот не можете успокоить она вас грызет ну что это такое все равно спросить хочется я почему спрашивал гегель то есть определение и это по теме по теме нравственность то есть совесть у вас нет если вы не можете сказать что такое совесть у вас совести нет этого нас обманывать нет я бы сказал что это наверное моральные чувства моральные чувства но это что то такое что то вы не можете сказать мне бы сказал что это внутренний голос кто-то брать у меня на бритвые поступки но это точно поделить одобрять или не одобрять а внутри голоса на бритвые поступки то что у вас там судья есть ну да но это какой-то у вас тоже есть судья как вам тяжело жить значит значит что весь киевит внутренний нравственный закон красота красивый внутренний нравственный закон то есть если у вас правильно делаю хорошо готовьтесь к экзаменам голоса одобряет все будет хорошо так красота внутренний нравственный закон а раз нравственный а нравственная сторону есть классовый характер обрамович так сказать купил клуб футбольный мне это не от любви к футболу потому что как вы представляете допустим у нас в стадион 660 66 тысяч зрителей да если 5 5 5 тысяч них взять за вечер сколько будет то есть деньги же до 66 тысяч на умножить на 5 тысяч сколько будет триста миллионов триста триста тридцать его совете нету что вы не можете посчитать испугались больших денег денег слишком много на степени поэтому тяжело вот видите как тяжело как тяжело людям которые получают триста тридцать миллионов вот это все для вашей же пользы что у вас не загружать не перегружать такими расчетами он дают это спокойно там раз 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 и пересчитали а то говоришь причем ошибается в тысячу раз люди сотни сотни тысяч а не вот миллионы отсюда и вот этот самый бизнес шоу бизнес там собирает толпу людей и билеты дорогущие либо там или кричат или визжат а получают деньги сумасшедшие вам песня строить нам жить помогать но внутренний нравственный закон он связан с нравственностью вы понимаете как общество к этому понимаете а вы делаете не так как общество общество вас удавляет хотя вы можете в этой нравственность и выбрать другую позицию что одна позиция это хорошо и чужим трудом ну хорошо живут то есть яхта есть дача ну и на не здесь живут дача это дача туда здесь тоже есть есть дворец на бакамах и там пляж есть и там яхта есть и подводная лодка это хорошо же согласитесь что хорошо а вот сидят вот эти тощие говорят это нехорошо так понятно эту тему мы рассмотрели следующая тема культура определение культуры можете дать вы культурный человек а как вы узнали без определения это не знаешь сейчас ведь народ такой салон не верит на слово вот вы сказали что я культурно подозрительно так смотрит всех все сегодня культур вообще здесь культу а пачках вы докажете что культурный культуры то что такое тоже есть много разных на к если много так и тем более вам легче хоть одно то дайте это во всех вот произведениях про культуру написано я как-то делал для журнала кредо культура и политика и ты начал эти шерстись или написано существует 500 определения и ни одного не дают ни одного что вы знаешь их 500 во-первых когда 500 и уже подозрительно ну как определение 500 определение жена в систему знаний входит как мы если 500 значит какой хочешь вы подбирать что ли он не может быть то есть определение вспомогательное она дается в системе категорий я и не выдумывает определение и вот так встраивают чтобы она согласовывалась дальнейшем правильно а если она просто берется но это не определение так и много вот у нас не запугивайте по речи со мне нравится культура все что созданный человек на то есть газовая печь вам нравится вот эти абажуры из человеческой кожи это тихо 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 это человека шара вам все что создано вы уже все все понятно ну мысль мы должны осудить товарища морально но в широком смысле конечно ты из культуры действительно все вместе с вами культурный человек там у меня немножко более узкое понимание начальше что если брать структурно-функционистский подход это сфера функционирования моральных общей сфера то шар когда я функционирую эти ценности так это в этой сфере еще это и функционирует там вот эти печи функционируют газовые абажуры человеческой кожи они в обществе они в обществе функционируют причем каком они в немецком обществе функционировали которые имеют таких выдающихся деятелей как гегель там и гений это у вас одни моральные во другие это не это низшая раса и виды не из моральной нормы что нельзя из людей высшей расы делайте из кожи их абажур а это же низшая раса их они должны умереть все но это хоть польза какая-то бой вы смотрели там вот рома фильм обыкновенный фашизм ну чтобы важный миссию какие-то золотые зубы есть нету у вас это аспиранта нет у вас никаких золотых даже если бы зубов не было чем мы не по золотые не поставили ну выдергивали и собирали прежде чем кончера сжигать но еще же чтобы добро то не до чистое немецкая такая культура культура до собрать эти золото волосы тоже собрать там прямо такие тюки были волос да это же из них отличные получается из человеческих волос вы знаете что прибору делают из человеческих волосов хоть это такой прибор знаете нет который измеряет влажность да и кроме того да измеряет влажность ну так то есть это ну эти только один прибор человек а эти более широко использовать человеческие волосы все равно человек эти люди предназначены их же не должно быть они низшая раса ну поэтому это такой процесс идет освобождение действительно если она низшая вот вы на конях ездите а на вас кони не ездят да почему вы садитесь на коня потому что вы считаете что ниже вас сейчас вот дам нам такую усилил задачу что вы не решите посмотрите три головы три головы шесть ног все это такое а еще два хвоста три головы шесть ног два хвоста очень похоже на традиционную комиссию похоже не тогда всадник сидит на лошади и ест селедку так не получается с культурой что что у вас в принципе можно сказать что это иерархия выстраивания собственно моральных норм то есть в этом случае за тура культура да но другая осуждаем вас позиция другой культуры национально или наши она не национальная национальная культура то немецкая культура свойства фашистской что ли нет нет вот так определить чтобы мы не попадали все время какой-то просад нам надо как-то защищаться обороняться для заработки это вечно общечеловеческая культура значит вот определение культуры такой это накопленный опыт опыт человечества такой что делать песик газовый для сжигания людей не хорошо опыт человечества не не само действие человеческое опыт то есть вы когда что-то неправильное делаете опыт то извлекает общество человечество извлекает опыт из правильных действий из неправильных идет путем в том числе и путем проб и ошибок даже в таких исторических и крупных сам фашизм вообще осудило человечество нюрнбергском процессе поэтому фашизм от этого совсем не исчез а он понимает себя но как такое вот действовал которые что-таки неприличные осуждаем то есть культура накопленный какой материальный духовно учебки там вы собирается потому что что они они выражение того что трудились люди давно и много попробуйте вы сделать вот этот такой простой горшок глиняный ты замучаешь и не получится ровный сделать я не знаю там даже такой для детей продают или для родителей чтобы не делали попробуйте сделайте горшок а вот эту амфору это сложное дело нож корабли делали деревянные но уж металлический о чем говорить накопленный опыт человечества в этом смысле наука тоже опыт человечества правильно были выражены в понятиях вот наука входит в культуру а все в культуру входит но только как опыт как извлечение уроков из той деятельности которую человечество совершало поэтому уроки не всегда выучиваются а уроки не всегда выучиваются это здорово пар seven a perfectly не говорю да уроки не всегда больше так как уроки любые уроки не учиваются поэтому говорят что к чему приводит что каждое история нечему не учит вот гайл прямобаришь слышим говорит историю что уроке историк никто не принял этого внимания begin повторяет исторической ошибки поэтому эти люди изучили истории это не совсем конечно так что ваш она ничего не учит учит но далеко не все следует этим урокам поэтому культура с этой стороны очень важно потому что если вы возьмете скажем вот у меня дома есть такой чемодану и за которым так грубо говоря барахло содержится всякие там вещи которые могут быть понадобится там при ремонте при том причем там одно если другое 3 4 кожа и металла и так далее и паяльник туда заброшен но если кто-то будет говорить что это музей думаю это музей-то не свой сок вот потому что собрать барахло и там по какой-то чемодан музей что такое не скажете мы за вами то ладно я музеологом вот считаю историком это вообще смешно так музеологи что такое музей сидят вот и нам дескать мой философы нам плевать на эти музеи а эти сидят музеологи на что такое музей там где платят зарплату музеологу вот это вот уже научное определение но он такой вот через распределение данного производственное определение сущностное вас поверхностное она правильная но не истинная так я отвечаю по-философски вот а вы что скажете музей что собрание культурных достижений собрание культурных достижений собрание к лету вот в этом гармитаже есть кладовые до завод вот там собрание культурных серений надо купаться культурный бюджет на замок-то крепкие закрыть вызвать его придут а то придут некоторые будут смотреть попортил так получилось это склад Реквизиты там хранятся и так далее. Может, культурное стяжение, ставшее общественным состоянием? Само, что ли, становится? Выставляли общественное, как общественное состояние? Я думал, как вы открыли это самое, и народ все растащил. Это вы имеете ввиду? Сбили за Бог. А то это общественное. Общественное. Всех, кто хочет, может брать. Возьмется с индивидуальным, частным. Так оно вставшее, оно стало, а потом уже стало индивидуальным. Сначала общественное, для всех открыли. Потом стало. Вы один этап взяли, а там дальше пошел другой. Значит, дядя музеологам рассказывал. Мне-то надо как-то доказывать, что философия какую-то пользу приносит. Вам-то не надо доказывать, а им-то надо. Иначе они вообще ходить не будут. Музей – это такое общественное учреждение, общественное учреждение, которое собирает историко-культурное достояние. Раз. Сохраняет – это вот вы отметили. Два. И три – это вы отметили. Пропагандирует. А еще исследует. Там сидят ученые, изучают это все. Как именно, как достояние. И пропагандирует. Четыре пункта. Общественное учреждение, которое собирает, сохраняет, исследует и пропагандирует историко-культурное достояние. Ну, красиво же. Опыт моего преподавания показывает, что никто не знает именно то, чем он занимается. Вот музеологи – это те, кто не знает, что такое музей. Как вы думаете, кто такие конфликтологи? Вот сейчас будут конфликтологи, это вообще цирк. Прихожу к конфликтологам. Конфликт – это что? Мальчик говорит – это встреча двух мнений. Надо же, первый раз, чтобы мнения встретились. А люди там в сторонке стояли, а мнения встретились. И что? И поговорили, да? И это вообще конфликт. В чем конфликт? Вы не можете помочь, товарищи? Конфликт – это что? Это неразрешенные противоречия. Неразрешенные. А в чем конфликт? Ну, у нас есть с вами неразрешенные противоречия. То есть, вы еще экзамены не сдавали, а я еще вас не принимал. Где конфликт? Вы увидели. Вы считаете, что мы с ним конфликтуем? А он считает, что мы с ним конфликтуем. Вот у вас уже какая-то нацеленность. Как с такой нацеленностью вы хотите на экзамен прийти? Вот у нас вот никакого конфликта нет. А вы уже как-то… Какую? Подставили вопрос. Значит, конфликт. Ну, я хочу сказать, что мы как-то должны философию защищать. Что конфликт – это противоречие. Это если только начало. Ну, какое противоречие? Обострившись до такой степени, что сила аргументов заменяется аргументами силы. Вот мы сидим, разговариваем. А вы не согласны с моим определением. Я взял чайник и бросил вам в голову. Это уже что будет? Это обсуждение или конфликт? Конфликт. Нет, может, если вы скажете спасибо большое, Михаил Васильевич, нет конфликта. Ну, по-разному люди реагируют. Правильно? А вот если вы второй же чайник есть, а вы молодой, здоровый, стул подняли и меня стулом по голове. Вот это конфликт. Правда же? Ну, а дальше мы рассматриваем, какая сторона, за что борется и так далее. Что прогрессивная сторона. В противоречии, да? В движении противоречий. Это понятно. Ну, вот. Итак, значит, мы с вами, значит, поэтому нравственность, даже если это внутренний нравственный закон, она тоже связана с классами. То есть с разным положением, значит, разные интересы. И, соответственно, в соответствии с этими интересами люди оценивают. Ну, а что касается идеологов, они могут что угодно выражать. Какие угодно интересы. Потому что интеллигенция, она тоже выражает интересы самых разных классов. И, в зависимости от того, что она написала, вы относите этого интеллигента к представителям или к певцам соответствующего класса, скажем. Радечев написал, подверждение, из Петербурга, в Москву. Кем он был? Кем работал? Чиновник. А? Ну, он написал революционное произведение? В это время, да. Да. А работал начальником петербургской таможни. Ну, а эти декабристы, это же феодалы, дворяне. Поэтому вот такой вот примитивизм, который бывает в суде, если вот он капиталист или он феодал, то он, значит, за феодализм. Да, основная масса феодалов – это феодализм. Но есть феодалы, которые просвещенные и которые уже за следующий класс. Вот декабристы, они же были за освобождение крестьян. Причем такое масса, большое явление. Много народа и очень культурный народ. И так далее. Энгельс, например, он кто? Папа у него кто? У вас папа не капиталист? У них не фабрикант? Нет, а у Энгельса фабрикант. Это ему помогло или помешало? Помогло, конечно. Помогло ему. Марксу помогало и сам без забот доделал второй, третий тон капитала. Это как бы они на государственном обеспечении, общественном были. Ну вот товарищи рабочие на фабрике работали, а они писали, писали тоже для рабочих. Как бы это возврат, долг отдавали. Так, теперь, значит, ну с культурой что тут непонятного дальше? А дальше все уже понятно. То есть эту культуру надо сберегать не только черепки, но и технологию надо сберегать. Это уже не черепки, правильно? Технология. Это же понятие о том, как сделать это. Научные достижения надо сберегать. Все. Все достижения человеческого разума надо сберегать. А опыт состоит в том, что ну как решали проблемы общественные, как решали проблемы. Это тоже входит в культуру. А что, в чем разница вот в этом смысле в отношении классового подхода? А то, что было там предметом классового борьбы, входит в культуру, как бы успокоившись. Уже без борьбы. Вот и оперы такие, если возьмете обычно, они тоже связаны с какими-то социальными конфликтами. Обязательно. Да? Кармен. Кармен. Там же это работница завода, это Кармен. А ХЗ кто? У меня кто был-то ХЗ. Не помните? О чем вот такое притуплено социальное? Бдительность притуплена у вас так. Вы же пришли на оперу, это же социальное явление. И правильно, что оно притуплено, потому что это культура. Да какая разница он был? Там не по-русски поют. Во-первых, не важно, на каком языке поют. Во-вторых, не важно, что они поют, потому что музыка хорошая. А он был этим, он же охранник был, в Солнце должен был. Труба зовет, она говорит, пойдем туда. Контрабандистом звала его, а он солдат, присягу выполнять надо. Драма. Ах ты такой-сякой, меня не любишь, он ушел. А она потом взяла и ушла. Полюбила другого. Кого? Ториадор. Красивый. Это другая ипостась общественная. Ну, ради в этом, так сказать… Ну, ради суть вот в этом… В культуре это угасает. Этот опыт тут присутствует. Но не… Туда идут не ради… Вот как раз… В оперу идут не ради вот этого сюжета, а ради музыки, которая тоже есть опыт человечества. Правда? Прекрасная музыка накапливается. Или скажем вот, ну что Чайковский, что там исполняли при жизни? Вот сейчас он более живой. Говорят, Ленин живее всех живых. Ну, в смысле того, что он много очень. Больше всех написал. То есть, издано произведение Ленина больше всех в мире. Поэтому он живее всех живых в этом отношении. А вот, если вы что-то написали, вам важно, что вы ели или что вы издали? Ну, понятное дело, вы же аспирант. Ну, так вот, он написал. А вот… А Бетховен, его когда исполняли больше? Когда был живой Бетховен или когда его уже не было? После. Конечно, после. А Чайковский? Да, Чайковский бы порадовался, сколько исполняет Чайковского. Я был бы… Вот в Бельгии зашёл, в Анферпене, в магазин. Там всё там есть. Все концерты… Все самые концерты Чайковского в исполнении Российского национального оркестра Политнева. Красота. Всё. И там я уже встретил горячих сторонников. И Плетневого, и Чайковского, и так далее. Во всём мире. Это понятно. Так. Культура. Ну, за культурой следует, что у нас нации. Так. Что такое нация, знаете? А то сейчас нацисты, националисты. Надо знать. Вы готовы к тому, чтобы бороться с национализмом? И с его острейшей формой, и с шовинизмом. Шовинизм – это что? К чужому. Почему? К чужому? К чужому. К чужому. К чужому. Я вот, например, у меня ненависти к вашей ручке абсолютно нет. Шовинизм. Так. Но это нас не освобождает от определения нации. От того, чтобы сформулировать определение нации. Вы это слово слышали? Конечно. Значит, вы, наверное, его используете. А вы используете то, что знаете, или то, что не знаете? Может, это что-нибудь плохое. А вы зачем используете то, что не знаете? Это можно попасть в протаг. Да. В культурном обществе, скажите, что он говорит? Мне нравится определение нации как ежедневный пребисцит. Если люди хотят жить вместе и считают себе целыми. Ежедневный пребисцит – это Дума. Ну, Дума – это сразу. Ну, это люди. Это уже не ежедневный. Ох, ежедневный. Пока не будет этого. Только на каникулы. А так все время там пребисцит. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Потом пивной ларек подходит под ваше определение. Ежедневный пребисцит. Или вот там у нас… Сколько уже… Сменились уже способы производства. На уголке Средний проспект и Первая линия. Там всегда было рюмочное. И там главное блюдо было. Черный бутербродик с килькой. И водка. И все. А мы не знали. А там написано. Товары для народа. Народные. Круглосуточно работают. Это вот подходит под ваше ежедневный пребисцит. Там не только ежедневный. И ночной тоже. И ночной пребисцит. Там все время работают. Так. Не подойдет. А можно сказать, общество, объединенное одним законом, культурой и будущим. И прошло. Одно. Понятно. То есть мы одним языком в будущем. Я уеду на Багама, а вы умрете от голоду. Это мы в будущем соединены. В общем-то на 12 класс это разделено какое там общее будущее. Одни и богатеют, и здоровее, и другие беднеют, и раньше умирают. Сейчас еще на 5 лет продлили труд. Значит сократили жизнь. Сколько вы денег отняли у трудящихся? 14 тысяч пенсия. 5 лет. По 12 месяцев. Это 60. 14 на 60. Сколько было? Тысяч. Какие суммы тоже имеют свежемости разума. Ну как это? Интересно. Посчитайте. Даже реально забрали. Это же факт. Все уже. Это то закон. Подписано уже все. Все это прошло. Две. Палаты, парламент подписано, опубликовано. Законы после публикации вступают в силу. Подписание президента в публикации. Все. Вступило в силу. Сейчас будете выступать против, вы против закона выступаете. Нет на вас Следственного комитета. Нет. Говорить можете. Пожалуйста, теперь говорите. Выступайте. Но это только тормозите. Вы не должны это осуществление закона. Будете тормозить, встретите силу закона. А сила закона не в законе. Она уже в других средствах. Есть такое название. Пенитенциарная система. Очень красиво же называется она. Существует. Малое это. Это ФСИН. Федеральная служба исполнения наказания. На всякий случай есть. Это там для фундаментальных вещей ФСИН. Но есть Росгвардия. Гвардия. Гаат. Охрана. Кого охраняют? Какой класс охраняют? Правящие или? Ну правящие. Ну все хорошо. Так что. Ну так а что такое нацисты? Может вы из жертвы. У нас сейчас много националистов. Если вы этого строго не знаете. Просто я опасаюсь, что вы попадете в какую-нибудь националистическую группировку. Не сможете из нее выйти. А вы не можете его спасти. Нам не грозит. Пока мы пишем миссертацию, некогда. Так что. Так вот и вам некогда. И вам некогда. Поэтому вы как раз такой легкой добычей. Вам некогда себе сформировать мировоззрение. Мы и так уже с вами в течение одной лекции последней, так сказать, все собираем. На всякий случай, чтобы. Мы же дорогу с вами собираемся в путь. Чтобы в этом пути не получилось. Знаете, когда собираешься? Сало надо взять, хлеб взять, носки там. Все как-то с собой. Уже взяли мы. Совесть знаем, что такое. Культуру знаем, что такое. Да? Нравственность знаем, что такое. Без нации не можем. Мы вас выпустить вообще не можем. К экзамену даже допустить. Если вы не знаете, что такое нация. Все, товарищи, расходитесь. Какой разговор. Ну подумайте сами. Нет, а вы скажете, такой вы преподаватель? Вы должны к защите готовить? Чего вы молчите? Надо сказать, так вы нам преподавали. Если мы и не знаем, то вы из-за кого? А я сейчас тоже отобью скажу. Так я сейчас скажу. Вот и мы разрешили противоречие. Так вы нападаете на меня, а то вы не будете нападать, скажу. Да, я не скажу. И уйду. И вы уйдете. А потом я на защите пришел. Скажите, что такое нация? Я же могу прийти к вам? А вы скажете, ну нет. И получится не две трети, а чуть меньше. Зачем вам это надо? Такие приключения. Мы же готовимся с вами на борьбу. Защита, это вы же. А если защита, значит нападение будет на вас? Ну так, нападение как готовится? Не защита, а нападение должно быть лозунгом у нас. Так. Нации. Это общность людей, во-первых. Первое, что должны были сказать. И с этим вы спорить не будете. Раз. У вас общность случайная или на чем-то она базируется? Базируется, конечно. Вот. Значит, основу надо показать. Общность людей, основывающаяся на общности. А. Территории. Вот если, скажем, территории нет общей, это не нация. Нет. Поэтому вот евреи нации не составляют. Нет еврейской нации. А есть евреи, которые живут в Израиле, составляют. Но я еще другие параметры не привел. Поэтому, вот скажем, например, на нашей территории жил Левитан, художник еврейского произверждения. Он какой художник? Русский или еврейский? Русский. Русский, конечно. А диктор был Левитан. Он все время сообщал о победах нашей Красной Армии. Был тоже русский. Тоже русский диктор. То есть вы нацию, эти вот националисты, они по крови определяют. Посмотрят, у вас должна быть голубая кровь, а у вас какая-то или синяя, или красноватая. Значит, уже не то. Раны не того цвета. По крови? А нация связана с кровью, нет? Никак не связана. Вот национальность связана. Национальность ваша определить очень легко. Я спрошу вас, кто папа, мама, и скажу, какая у вас национальность. Если у вас папа украинец, а мама у вас русская, значит, вы смешанный. Русско-украинский или украинско-израильский. Национальности. А поскольку их там все время перемешивается, никто у нас вообще не пишет сейчас. Никакой национальности нигде не фигурирует. Вот вы идете ко мне, перепись осуществлять студент, подрабатывать как аспирант. Спросите меня, зайдете ко мне домой, я вас пущу. И будете говорить, Михаил Васильевич, а как у вас национальность? Я скажу, занзибарец. Ну вы что должны сделать? Записать целую. Правильно, и все. Поэтому я еще был, вот у меня был паспорт уже там национально состоял, русский. А еще там был штамп, где работаешь. Потому что сейчас с этим паспортом, а что вообще в этом паспорте написано? Вот кто я? Вот где я работаю, не ясно. Ну вот как раньше было, рабочий идет, я его милиционер остановил, а вон написано, Кировский завод, слесарь. И стаж, видно, печать одна стоит. Не так, что там 100 печатей, это назывался летун. Ну его отпускают, так, идите домой, там все хорошо. И наоборот, видят, там, 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 так, пошли. Посидишь немножко, отдохнешь, ты все равно везде летаешь. То есть нация ничего общего с кровью вообще не имеет. У нас такой был в группе, на матмехе, Эдик Уйба. Эстонец писался, когда писали националисты. Какой-то эстонец был у него много лет, может, сотен лет назад. Он вообще самый из брянских лесов. Никаких там эстонцев, которые бы хоть слышали или знали бы эстонский язык, тоже не было. И никакого отношения к эстонской культуре. Ну так вот писалось и писалось. Вот, значит, еще раз. Нация – это общность людей, основывающиеся на общности территории. Ну а что важнее, чем территория? Язык, культура. Эх, товарищи, мы с вами все время говорили об историческом материализме, что является в основе всей человеческой истории лежит материальное производство. Поэтому в общность территории, ну по территории, ну понятно, что там где-то станок-то должен стоять. Не может быть без территории – это никак. Это вот как бы с этого мы начинаем. Потом мы только углубляемся. Вот если мы хотим понимать диалектически, углубляемся во что? Основанием идем, основанием является экономика, общая экономика. Общая территория, экономика, потом бы ваше слово и язык. И тут с вами, ну вообще никто не может спорить. Вот. А язык никакого отношения к культуре имеет отношение, а государству нет. Поэтому вот эти изыски насчет государственных языков, они антикультурные, антиполитические. Что значит государственный язык? То есть, если не будет говорить по-русски… Да что-то тяжелое, я сейчас могу по голове. Как можно в вопросах культуры решать силой? Ну, это немыслимо. Ну, напишите там официальный язык. Ну, больше всего. Ну, как у нас всегда было в Советском Союзе? Очень просто. Сюда приезжали кто угодно, скажем, из любых республик. Право было, пожалуйста, хотите на узбекском, защищайте диссертацию. Хотите, защищайте на тургменском. Никто ничего не хотели. Ну, потому что они тоже в области культуры разбираются, им хочется, чтобы это вот их достижение научное узнало. Ну, если не половина человечества, все человечество было доступно. Так, а если оно будет только на узбекском языке? Поэтому им гарантировано предоставление переводчика. Пожалуйста, можете выступать на узбекском. Пишите диссертацию на узбекском. Публикуйте публикацию на узбекском. Все пойдут, сойдут. Ну, и будет он такой ущербный ученый. Потому что человек хочет, скажем, понятно, сейчас стремление опубликоваться на английском. Потому что основная масса литературы там мировой на английском. Куда вот это в день? То есть это совершенно понятно. Значит, еще раз. Нация, общность людей, основывающиеся на общности территории, экономики, языка и... Культуры. О! Собрание. Тоже понятно, да? Вот это все. А теперь, вот теперь нам легко рассмотреть вопрос о формациях. Когда иногда такой нелепый делают противопоставление. У вас какой подход? Формационный или цивилизационный? Вы будете суп есть или суп в тарелке? Так можно спросить? Ну, странно. Вы будете картошкой есть или картошка со сковороды? Тоже странно. Ну, так, если мы знаем, что такое формация. Ради формации есть там нация в понятии формации? Да, конечно. Это очень важная категория формации. И мы вот много времени посвятили, какая формация. Следовательно, нация – это общность людей, основывающаяся на общности территории, экономики, языка и культуры. И все. И мы можем пользоваться совершенно свободно. А есть еще другие, связанные с этим определением. Национальность связана с кровью. Если ее определяется, то очень просто – кто папа, мама. Вот пример. У нас на кафедре, где я работал на экономическом факультете, мой коллега, профессор Моисеенко, он украинец. Украинец, но он заслуженный деятель науки Российской Федерации. Он был командир полка «Катюш», участник Великой Отечественной войны, декан факультета. Заведующий кафедрой управления и планирования социально-экономических процессов. Жена у него русская, Валентина Ивановна. Две дочки. Одна дочка старшая написала – русская. Папа украинец, мама русская, она русская. Вторая дочка – украинка, написала. Поэтому две сестры, родных, от одних и тех же родителей. Папа Николай Андреевич Моисеенко, мама Валентина Ивановна Моисеенко. Так, это русская, это украинка. Ну, сейчас не пишут, поэтому как бы вообще это растворилось. Хотя, общество должно эти процессы регулировать, поэтому сейчас регулируют больше силой, как вы заметили, не культурным образом, а вот облигается террористическая, контртеррористическая операция, и я уже могу вас… У нас смертной казни нет, но вас можно застрелить. А если вы будете, поднимите что-нибудь тоже, тоже и вас могут застрелить. И это в рамках закона. Ну, закон такой, это как бы вот этот ваш хаул. Или вот этот дом будет только, вокруг него контртеррористическая операция. Поэтому, если кто думает, что у нас нет смертной казни, есть, но только она не проходит. Для нее такие этапы, как задержанный, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый и осужденный. Вот эти пять стадий, они проходят, а сразу подозреваемые в теракте, что уничтожены. И потом начинают люди говорить, не надо, это смертная казнь. Не, ну смертная казнь – это какой-то гуманизм. Тем более, смертную казнь вы приняли, а зачем вы заработитесь, принимаете? Бывают же ошибки. Десять лет подождите, пусть человек посидит пока, подумает, что он сделал нехорошо. Ну, десять лет вы проверяете. Мало? Ну, пятнадцать проверяйте, чтобы всем наука была. Это же не ради него делается смертная казнь, а ради того, чтобы сократить вот эти убийства серийные, которые идут, бесконечные. Вот, пожалуйста, получается вот такая у нас картина. Вот, нация – хорошее определение, надежное, везде применимое. Значит, еще у нас есть национальность, значит, нация. А что еще у нас есть? Народ. А народ что? Вот берусь, оказывается, вы не знаете, что такое народ. – Сдаемся. – А? – Сдаемся сразу. Народ – это рабочие крестьяне. Ну, вот эти производители материальных благ, о которых мы и говорим. Производство берем. Вот эти люди относятся к этому. Поэтому я вот не народ, да и вы не народ в этом смысле. Постоковый. Кто вы такие? Вы учащиеся. А я кто такой? Я интеллигент. Я слуга народа. Ну, как вы путаете народ и слуг? Согласно, да? А что, говорит, слуга у вас получает 55, а народ получает 40? Ну, такие вот есть слуги. – Привилегированные. – Привилегированные. Ничего, они зато вот этим еще, которые хотят стать слугами, они, да, и платят. Сколько? 2 700, да? – Ну, 3 200 и 3 с чем? – 3 700? – Нет, 3 меньше, 3 20. – 3 20, вот. Потому что вы еще начинающие слуги народа. А я, как бы, уже такой матерый слуга. Народ-то он же щедрый. Ну, вот мы и получили нации, а теперь цивилизация. Так вот, смотрите, формация о нациях ничего не говорит, о культуре ничего не говорит, формационный подход. Там же взяли просто положение производства и все. И рассределили людей. Вот один класс, второй класс, вот рабочий класс, вот буржуазия, вот мелкая буржуазия. Вот так все содержать, то содержать, но мы это не брали же. И историю не берем. Историю не берем. Мы историю берем только так. Была одна формация, стала другая. То есть по-крупному берем, конечно, историю. А в рамках, ну, если уж там одна формация, например, две стадии капитализма. Капитализм свободной конкуренции и капитализм империалистический, да? Монополитический капитализм. Империализм. И две стадии коммунизма. А уже в рабовладении никаких стадий не различаем. В феодализме тоже никаких стадий не различаем. И все. Историю не берем. То есть это ну такие крупные шаги в истории вот эти. То есть рассмотрение через призму формации – это крупное категориальное рассмотрение. А если мы хотим это делать… Николай, сейчас я перезвоню. У нас сейчас заканчивается лекция. Через пять минут. Ага. Вот. А если вы хотите полную картину обществу взять, надо взять остальные другие моменты, которые мы с вами сегодня и разбирали. Что надо взять? Культуру, историю, цивилизацию. Ну и нравственность тоже может. То же самое. И тогда у вас будет полная картина. Поэтому как-то противостоять два подхода. Как? Сначала я копаю, потом я фундамент устанавливаю, потом строю. Что вы это противопоставляете? Сначала мы получили обобщенное научное понимание движения человечества, основываясь на примате производства. А потом мы должны его увидеть в являющихся форумах. Правильно? То есть люди имеют свою национальность. У них есть культура. Есть. У них язык. Есть цивилизация. Вот. Во всем богатстве. Как это называется? Во всем богатстве всех своих проявлений. И материальных, и духовных. И это, так сказать, вот, чего мы довести должны наши исследования. И это хорошо. То есть, дескать, я изучал сущность. А сущность, она что, бывает, которая не является никогда? Ваша сущность никогда не являлась? Вы в диссертации только сущностью занимаетесь? А как вы занимаетесь сущностью без явления? Через явление надо пройти и попасть в сущность. А сущность потом проявляется в явлении. Если она не проявляется, ничего у вас, никакой сущности нет. Вы взяли просто бытие, мертвое. И все, ваша диссертация – мертвецина. Не пойду к вам на защиту, а то я быстро против вас. Вы потеряете один голос еще какой-нибудь. Зачем это нужно? То есть, вот, это очень важно. То есть, не надо противопоставлять подход. То есть, как-то вот люди, они, вот, системы нет в головах. И идет вот такая вот примерно ошибка, даже борется между собой. С чего вы боретесь-то? Доказывайте о своей бескультуре. В том смысле, что вы не поняли, что одно есть сущностный подход, а другое… Ну, сущность. Нельзя же оставаться только в сущности и никак не выходить на поверхность. Если вы по сущности хороший человек, но вы очень хороший, то что-то сделаете? А у вас сущность-то добрая, но вы все у других отнимаете. Ну, дайте хоть кому-нибудь что-нибудь, кусочек. Я говорю, добрый, но сейчас-то он же такой-сякой, как я ему дам. И тот такой-сякой, и я такой-сякой. Как вы можете нам дать? А вы ищите все время другого человека, которому помочь. Вот это очень важно. То есть, мы должны довести этот вот нашу до являющихся форм. Вот так построен курс социальной философии, чтобы вы, так сказать, общество понимали во всем богатстве его материальных и духовных моментов и компонентов. На этом курс у нас заканчивается, лекции наши заканчиваются. Мне остается от имени преподавателей, от кафедры и от заведующего, который меня уполномочил, вас призвать получить отличные оценки на экзамене, который будет у нас 23-го числа. Вопросы у вас есть? Только у меня вот только на засыпку вопросы. Когда на листочке, который будет, вы подпись будете ставить? Мы сразу начнем? А? Начнем с этого. С подписи? Да. Это первая ошибка. Как вы можете начнете с подписи? В чужую написать. У вас где будет подпись ставить? Вверху или внизу? И сверху или снизу? И сверху подпись? Нет, сверху должна быть надпись. Мы же с вами за культуру боремся. Над – это над, это сверху. Под – это под. Внизу подписываешь, сверху надписываешь. Там фамилии с имени, инициалы, а здесь уже подпись. Ну, что еще вам сказать? Все вроде, все готово. Так, спасибо, что… Спасибо. Как сейчас в наше время говорят, спасибо, что нашли возможность и время зайти на лекции по социальной философии, которые нам читают. Хотя я понимаю, что вообще аспирант, конечно, больше должен быть сосредоточен на своей диссертации. Ну, поэтому мы и такой курс сделали, который все-таки как-то близок к тому, чтобы… К подготовке к диссертации. То есть некоторые, чтобы не было… Что-то спросят в социальной защите, чтобы раз – и срезали. И все. Спасибо за внимание. Спасибо. И успехов. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...